Доброе утро на 12 канале новости в студии Дарья Шадрина. В начале выпуска коротко о главном. О городских проблемах и масштабных планах на будущее. Мэромска Сергей Шелест дал первую большую пресс-конференцию, о чем спрашивали городоначальника. В сезон тазиков в Омске опубликовали график отключения горячей воды, когда начнутся работы. Бережливая ферма. Как корова в стадии стоит, на чем она лежит, как она ходит, где спотыкается. На предприятии в Павлоградском районе внедряют новые принципы работы, как забота о буренках поможет увеличить прибыль. Большой ремонт в историческом центре города в Омске благоустроят Спартаковскую и Тарскую, что здесь изменится. И анатомия ткани в городском музее искусства Омска открывается уникальная выставка. Вместо картин посетители увидят текстиль. В ближайшие три года в Омске капитально отремонтируют 25 школ. В городе объявлена тотальная борьба за чистоту. Это лишь часть заявлений, которые были сделаны сегодня в ходе большой пресс-конференции Сергея Шелеста. В таком формате новый мэр встречался с представителями СМИ впервые. И в самом начале не осталось без внимания тема финансов. За должность по судебным решениям и кредитные обязательства перед банками исчисляются миллиардами. Существенную поддержку городской казни оказывают областные власти. Сегодня имеется необходимость в ремонте 150 школ. 25 из них приведут в порядок в ближайшие три года. В части остальных городские власти ищут решения. В том числе рассматривают возможности привлечения меценатов. Первый опыт уже есть. Существенный блок вопросов касался наведения порядка в Омске. Так Сергей Шелест намерен ужесточить наказание за незапонный вывоз мусора. Сейчас стоит и острая необходимость обновления парка техники служб благоустройства. В этой части запланированы переговоры с производителями из Белоруссии Кемерово. Рассказал Сергей Шелест о том, чем займется новый департамент контроля мэрии. Пока департамент еще не в полную силу, я бы сказал, так работает. Потому что первое чтение у нас сегодня, кстати, вот сейчас в данный момент проходит в ЗАГС-собрании по той же самой 32-й статье. И где-то в районе, во второй половине мая будет принято во втором почтении. И вот тогда уже как раз структура будет полностью. Сейчас она еще на стадии формирования идет. Значит, сформирована на 100%. И задача у них вот именно привести город в то состояние, которое бы вы хотели видеть. Это касается всего комплекса. Разрытых, допустим, каких-то ремонтов ресурсоснабжающими организациями. Соблюдение сроков. Это касается всех фасадов, всех наклеек, объявлений. То есть всего-всего-всего вот этого комплекса, которые вроде бы такие, может быть, незначительные какие-то происходят вещи, неровности. Но они в целом складывают впечатление о какой-то неухоженности города. Я думаю, что вот эта служба как раз очень будет хорошая подспорья в части приведения города в порядок. И в зимнее время, и в летнее время у них свои задачи будут. Рассказал Сергей Шелест также про первые сто дней на посту, про реструктуризацию всей городской власти. В очередной раз поднимался вопрос про судьбу частного сектора в центре Омска. Более подробно о ответах и заявлениях мэра в ходе большой пресс-конференции расскажем уже в следующем выпуске новостей на 12-м канале в 14 часов. Возьмут на вооружение самые передовые технологии. В Омске стартует цифровая прокачка региона. В течение двух дней эксперты, представители органов власти, ведущих российских IT-компаний, а также различных организаций города, будут обсуждать ключевые проблемы в самых разных областях. Специалисты федерального уровня расскажут о том, какие технологии разрабатываются для здравоохранения, коммунальной и социальной сфер. Опытом поделятся гости из Чувашской республики, Приморского края, Тюменской и Новгородской областей, где уже используются передовые технологии. Сезон тазиков в Омске стартует уже 16 мая. Ресурсоснабжающая организация опубликовала график традиционного отключения горячей воды. Первыми с неудобствами столкнутся жители городка Нефтяников. Здесь отключения начнутся уже 16 мая. С 18 числа работы стартуют в Центральном и Октябрьском округах. В начале июня греть воду придется жителям Левобережья и Советского округа. Сезон ремонтных работ в городе продлится до 18 августа. Добавлю, ознакомиться с графиком плановых отключений можно на сайте ресурсоснабжающей организации. К нацпроекту «Производительность труда» сегодня присоединилось еще одно предприятие. В Омской области компания – один из лидеров агропромышленного сектора. Федеральные эксперты помогут снизить издержки и превратить молочную ферму в бережливое производство. Выигрыши будут все. И работники им планируют повысить зарплату. И потребители продукции, и даже сами коровы им улучшат условия содержания. Подробности далее. Дойное стадо этого предприятия насчитывает 2400 голов. И буквально за каждой коровой теперь будут пристально следить эксперты Федерального центра компетенций. На ферме началась реализация нацпроекта по повышению производительности труда. Чтобы корова давала больше молока, она должна быть абсолютно здорова. Разные болезни и даже мелкие травмы приводят к снижению надоев. Как корова в стаде стоит, что она на чем лежит, как она ходит, где спотыкается, где образования какие. То есть как опять технологии доения соблюдается и не соблюдается. Там же тоже есть 12 золотых правил доения, которые нужно соблюдать до ярко. То есть будем смотреть, наблюдать за этими всеми вещами. Проследят и за процессами подготовки кормов. Наверняка там тоже есть, что оптимизировать. В результате станет ясно, что нужно сделать для снижения сдержек и повышения рентабельности предприятия. Проработают эксперты на ферме 6 месяцев. После в течение 2,5 лет будут помогать консультациями. Цель это производительность труда, обучиться бережному производству. Снижение себестоимости нашей продукции, что очень актуально, тем более в сложившиеся времена. Повышение уровня заработной платы, то есть и уровня специализации наших работников. К реализации нацпроекта производительность труда Омская область приступила с 2020 года. К 2024 в нем должны принять участие как минимум 64 омских предприятия базовых несырьевых отраслей экономики. В целом у нас уже с начала национального проекта 25 стартов произошло. Восьмое предприятие у нас из сферы АПК. Ну и мы видим, что у предприятия есть значительные резервы. И я думаю, что они покажут нам хорошие результаты на закрытии через полгода. Тем более заинтересованность как собственников, так и своих сотрудников очень высокая. В хозяйстве рассчитывают через три года поднять объемы производства молока на 30%. А бесценный опыт, полученный при реализации нацпроекта на данном участке, распространят на другие подразделения. Компания также занимается производством зерна и мяса. Ксения Пашкова, Денис Жарков, Денис Лопарев, 12 канал. Порывистый ветер и снег с дождем. Омские синоптики спрогнозировали резкое ухудшение погоды. Сегодня днем столбики термометров поднимутся до плюс семи, а вот ночью температура опустится до отрицательных отметок. Местами возможны заморозки до минус 13, днем – ноль плюс четыре. Ожидаются и осадки, дождь и мокрый снег, а также сильный ветер. Местами его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Такая ненастная погода в регионе задержится и на выходные. Небольшое потепление синоптики прогнозируют лишь в начале следующей недели. Масштабное преображение в историческом центре города в Омске в этом году благоустроят улицы Спартаковскую и Тарскую. Из городского бюджета на это выделили свыше 30 миллионов рублей. На участке от Партизанской до Тарских ворот заменят тротуарную плитку, проведут реконструкцию лестниц, они станут гранитными. Установят новые лавочки и урны. Преобразится участок улицы от Тарских ворот до Ленина. Здесь не только приведут в порядок пешеходную зону, но и благоустроят площадью фонтана. Установят новое освещение. Кроме того, планируется высадить 12 четырехметровых елей. Завершить работы подрядчик должен до 17 июля 2022 года. Придут на помощь сельским врачам. Студенты омских медицинских вузов и колледжей отправятся в районы области. Волонтеры станут работать в отдаленных фельдшерско-акушерских пунктах и центральных районных больницах. Вместе с докторами они будут вести прием пациентов и проводить медосмотры. Такое сотрудничество не только помогает облегчить работу врачей, но и набраться опыта студентам. Известно, что в мае волонтеры отправятся в больницы Омского, Чурлакского и Марьяновского районов. Где появился бархат? Какое насекомое придет шелковую нить? И кто изобрел неопрен, не ткан, а материал для гидрокостюма? В городском музее искусства Омска посетители приглашат познакомиться с анатомией ткани. На выставке представили 25 образцов текстиля, начиная от старинных материалов конца 19 века и до современных изделий. МЧМ узнают историю их появления, способ изготовления. Так бархат носили в Древнем Китае еще в 3 веке до н.э. А вот неопрен, разновидность синтетического каучука, был запатентован только в 1930-х годах компанией Дюпон. Благодаря фотографиям посетители также смогут разглядеть структуру полотен. На выставке представлено изображение ткани в многократно увеличенном виде до тысячи раз. Мы на самом деле использовали технологические мощности нашего технического университета, где мы взяли два вида разных микроскопов. Мы взяли оптический микроскоп, на который мы получили цветные снимки с 300-кратным увеличением максимально. И мы взяли электронный микроскоп, который способен снимать до 10-9 степени. Выставка «Анатомия ткани» в Музее искусства Омска будет работать до 8 мая. По экспозиции создан аудиогид. Наведя камеру смартфона на QR-код под фотографии, посетители услышат авторские комментарии кураторов проекта. Отдыхать на майские праздники не планируют. Больше половины мячей намерены в эти дни работать. Таковы результаты опроса. Более четверти респондентов ответили, что вынуждены на это пойти, так как недостаточно получают на основной работе. Примерно столько же опрошенных нуждаются в материальной подстраховке. Для 16% участников опроса подработка хобби. 3% опрошенных выйдут на работу просто от скуки. Исследование также показало, что в основном трудиться на майских будут курьеры, сотрудники колл-центров, продавцы, фотографы, таксисты, актеры и аниматоры. А также бухгалтеры, няни, промоутеры и грузчики. А сейчас новости спорта. Дайджест Алексея Даривы. А мячи завоевали награды в сочинской многодневной велогонке. На старт турнира вышли 107 спортсменов. Обладателями двух медалей в общем зачете по сумме пяти этапов стали представители Омской области. Серебро у Булата Халикова, бронза у Кирилла Малькова. Отметим, что наши спортсмены также стали призерами на этапах. Халиков завоевал серебро на первом, а Мальков бронзу на третьем. Одновременно с этим турниром омские спортсменки завоевали награды открытого первенства Республики Алтай по велоспорту на шоссе. Среди девушек 13-14 лет в индивидуальной гонке на 5 километров золотую медаль завоевала Виталия Четкина. Обладательницей серебряной награды стала Варвара Воронченко. Еще одно серебро в индивидуальной гонке на 10 километров среди девушек 15-16 лет завоевала Варвара Москаленко. Омские атлеты поднялись на пьедестал всероссийских соревнований по пауэрлифтингу в Тамбове. Атлеты из многих регионов страны соревновались в классическом троеборье. Четверо спортсменов из Омской области стали обладателями личных наград. Никита Серов из команды Омского медицинского университета был сильнейшим в весовой категории 120 килограммов. Обладательницей серебряной награды стала еще одна представительница нашего медицинского вуза Дарья Чередова, выступавшая в весе 76 килограммов. Атлет из Сибгувка Никита Плесовских выиграл серебро в категории 105 килограммов. Студент того же вуза Сергей Калмаков выиграл бронзу в весовой категории свыше 120 килограммов. По итогам турнира мужская сборная Сибирского университета физической культуры стала серебряным призером в командном зачете. И последнее. В Омском велотреке пройдет первенство России по ММА. Ожидается, что в состязаниях бойцов смешанного стиля примут участие порядка 300 юношей в возрасте от 12 до 15 лет. Также в рамках первенства пройдут неофициальные всероссийские соревнования среди девушек того же возраста. Турнир стартует 6 мая в 11 часов. По итогам соревнований будет формироваться состав сборной России для участия в международных стартах. Алексей Дарьев, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости. Прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Рыба. Для барбекю и мангала. В рыбном гурмане на 10 лет октября 72. А настоящим гурманам скидка 10% каждый четверг. И о погоде спонсор прогноза и по Сивковой Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Сегодня 21 апреля в городе Пасмурно. Возможен небольшой дождь. Днем потеплеет до плюс 6. В районах Пасмурно мокрый снег. Днем плюс 1, плюс 3. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Если хочешь летом богатый урожай, ты весной теплицу со скидкой покупай. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. Эфир 12 канала продолжит программа «Большая тройка». Но мы с вами увидимся в 14 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова